Я считаю, что психолог должен обладать морально-нравственными ценностями высокого порядка. Потому что, к сожалению, в современной психологии, кроме всех ее достижений, есть определенная тенденция, против которой я, можно сказать, борюсь. Я сама имею семью, мужа, троих детей, и для меня это ценно и важно, как и для каждого человека, для каждой женщины. Да и мужчины, я думаю, тоже. Многие психологи с дипломами, с хорошим, качественным образованием поддерживают такую идею, что если отношения себя изжили, ну, пришло время менять партнера и расставаться. Как-то я сама попала на прием к специалисту, которая мне сказала, что она еще, кроме прочего, занималась биорезонансной диагностикой, исследуя мой организм, она сказала, что я нахожусь в дичайшем стрессе. Это действительно было так на тот период. У меня была очередная трансформация. У меня вообще всегда, когда трансформации, у меня они такие мощные, что чувствуют все, и дети, и муж, и тело мое, и все. То есть, когда переходишь на другой уровень, очень сильно все меняется. И, увидев это, она почему-то приняла решение, что это связано с мужем. Она таки сказала, если пришло время разводиться, надо разводиться. Такая народная мудрость. И больше всего меня вот это и пугает, вот эта вирусность того, что какая-то красиво звучащая фраза воспринимается людьми как истина. Особенно из уз специалистов, которые для людей являются авторитетом. У нас люди так устроены, что они имеют склонность опираться на кого-то вне себя. Я и сама из этого вышла, да, ну все мы из этого выходим, мы из этого растем. Мы должны прийти к той точке, где я опираюсь на себя, да, постепенно учусь опираться на себя. И это про что? Это про ответственность. То есть, если я опираюсь на себя, я отвечаю за последствия того, что происходит в моей жизни. Если я опираюсь на кого-то другого, то все виноваты в моих неурядицах. Родители виноваты, друзья виноваты, правительство, государство, законы, не те, Бог не так что-то сделал и так далее. Поэтому, когда мы выстраиваем взрослую твердую позицию, опираясь на себя, это самый ресурсный путь, из которого вы уже можете что-то планировать, создавать вообще в своей жизни. Так вот, у людей есть вот это ожидание того, что специалист, он сейчас несет ответственность за мою жизнь, он мне сейчас скажет, что мне делать, как мне жить. Специалист что-то говорит, я это принимаю на веру, да, иду так делаю, иду так поступаю, вот, но ответственность-то нести за это буду все равно я. Да, какую-то часть там с кармической точки зрения специалист тоже несет, потому что он тебе безапелляционно дает рекомендации вот такого характера. Но последствия этого решения, если оно ошибочно, будут на тебе, на твоей жизни. Поэтому я специалистам рекомендую быть очень осторожными, понимая, что ваши клиенты, они к вам приходят как к богу практически, ну, как минимум, как к родителям, как к старшим, которые сейчас что-то скажут им такое, что они о себе не знают. Это зачастую так и есть, но, пожалуйста, вот этот вот эффект власти над чужими судьбами, учитывайте его, да, не попадайтесь в эту ловушку. Просто примите человека как равного, который, ну, пока еще видит меньше вас. Ну, то есть потенциально равный человек, потенциально равный вам. Да, сейчас он там не понимает тех вещей, которые понимаете вы, но он может быть морально-нравственно, ну, действительно на уровень выше, может быть нет. То есть ситуации бывают разными. Просто нужно позволить разным сценариям быть, просто дать им место. Что вот этот вот клиент, он лучше знает, да, что ему деться в своей семье. Я в той ситуации, да, что я сделала, ну, ничего из того, что она мне порекомендовала, кроме там препаратов, которые назначила, там, БАДы, добавки, там, для поддержания иммунитета, восстановления, там, магния не хватало и так далее. Магния такая штука очень важная. Мы с мужем, это было до рождения третьей дочери, из кризиса, из стресса я вышла рождением третьего ребенка. Там Венера вступила в рыбу, в экзальтацию, началась весна, поднялись гормоны, я пропила магний, понимаете, у нас с мужем там все восстановилось, все нормально было. То есть ты когда, понимаете, вот беда-то в чем, в том, что люди думают, ааа, стресс настал, пойдемте кушать шоколадки, пойдемте там что-то делать. То есть стресс это то, что надо как-то заглушить, как-то уйти, там, избежать из отношений, пойти найти там другого себе мужа или еще что-то, что-то срочно сделать. Нет, стресс это может быть мощным мобилизационным толчком для развития, понимаете? Вот если к нему так относиться, то вы выйдете совсем на другой уровень бытия. Вот так у меня и произошло. И так происходит каждый раз. Сейчас тоже у меня идет серьезный период. Ну я из него уже выхожу. Вот. Что еще сказать об этом важном? Важно то, что даже специалисты от этого стресса бегут. В стрессе огромный потенциал скрыт. Просто надо правильно к стрессу относиться. Вот кто на двухдневный тренинг ко мне «Секреты счастья» приходил, они знают об этом. Потому что на тренинге «Секреты счастья» раскрываются секреты счастья, о которых много кто не знает, даже психологи, даже специалисты. И еще вот упомянула немножко, да, и подчеркну еще раз, что так же важно, чтобы у специалиста своя была реализация. Вот то, о чем он говорит. Чтобы он сам в этом был реализован. То есть если я говорю «Не разводитесь», то я реализована в ситуациях, когда у меня с мужем был кризис. Было сложно, очень сложно. Были стрессы, были тяжелые ситуации. Но мы с ним как огонь, воду, медную трубу прошли, закалились, выросли. У нас теперь взрослые. Более серьезные отношения, чем были раньше. Они распускаются по-другому, они расцветают по-другому. А что это вообще за игра такая? Чуть-чуть не понравилось, до свидания. Годик-два потерпела, поняла, что терпением ничего не решить. Вместо того, чтобы поменять стратегию, тактику, не терпением решать проблемы с мужем, а другими инструментами записаться к хорошему психологу, например, ко мне. Нет, она пошла просто в ЗАГС и разбилась, и нашла другого. Хорошо, что если в промежутке куда-то сходила, как-то свой уровень переключила, потому что люди, понимаете, мы все хотим идеал недостижимый, а выбираем себе подходящего партнера. Вот на каком уровне я такой партнер, вот они. Вы не сможете с тем, кто выше вас, вообще как бы соединиться, потому что, ну, вы не попадаете в его поле, и он в ваше поле не попадает. А если не попадет, ну, чтобы его привлечь как-то, нужно из шкуры вон вылезти и вообще потерять себя. А должно как быть? Вам не нравится этот уровень, на котором вы находитесь, и ребята, да, отсюда? То есть вы хотите, ну, действительно, вот высокий уровень, начинайте на него расти. Просто вот вырастайте, психологи в этом круто помогают. Нравственно-моральные, да, у которых ценности, вот такие психологи, которые реализованы. Вот. И не подвержены власти над клиентом, и начинают раздавать вот эти советы, которые... Для меня это дикость. Сказать клиенту, если пришло время разводиться, разводись. В смысле? Вы сошлись с человеком, чтобы проработать кармические задачи, уроки, стать счастливыми. Вместе вырасти, распуститься как бутон. Если про буксолог не получается, идите к психологу, пожалуйста, к специалисту. Решите эту проблему, увидите свои слепые зоны, почему у вас не получается, и станьте счастливыми в тех отношениях, которые вы действительно заслуживаете. Заслуживаете, это значит, ощущаете нутром, да, как должно быть. Видите, что сейчас не соответствует, разберитесь. Почему? Потому что, как правило, у вас сидят какие-то программы, там, сущности, духи, если это на языке эзотерики говорить, и они просто мешают вам жить, эти программы. Они вас заставляют проходить сценарии или родовые, или какие-то там с прошлых ваших воплощений. Проигрывать их снова, снова и снова, и жить в этой боли. Раны надо исцелять, а не как бы избегать прикосновений к ним, если они гниют и нарывают. Их надо исцелять, обрабатывать, там, зашивать, понимаете. Раны есть не только на физическом теле, они рождаются всегда в психическом, внутри, глубоко. А потом только материя подстраивается под психику. Ну, как бы, психика это, опять же, да, мой любимый пример с телегой с лошадью. Психика это лошадь, а тело это телега. И когда мы лечим свое тело, а на психику вообще забиваем, ничего хорошего. Как правило, исцеление-то толком не происходит. Какая-то, ну, там, ремиссия, возможно, да. Те, кто был у меня на игре психосоматика, тоже об этом знают. Пожалуйста, инструментов миллион, возможностей много. Есть и разные акции и так далее, если там не хватит, нет возможностей. Но на самом деле, возможности есть всегда. Есть страх удачи. Страх того, что мои отношения станут счастливыми, я стану счастливой. А что мне скажут люди? Я живу в стране, в которой принято страдать. И так далее. Такого абсурда очень много. Ну, я делаю, что могу, чтобы, по крайней мере, в своей зоне, да, доступной мне сейчас, это как-то изменить. А со мной или нет, решать вам. Если вам нравится близко то, что я говорю, пожалуйста, подписывайтесь на канал в Телеграме, в Ютюбе. У нас несколько социальных сетей. Мы будем рады вас видеть в Школе Семейных Ценностей, Есенией Станиславовым. Вот. Ну, желаю вам разумной жизни, насыщенной, полноценной, счастливой и постоянного развития к своему счастью. И находить счастье в этом процессе. И слушать свое сердце сначала, а потом уже людей вокруг, особенно специалистов. Редактор субтитров А.Семёнова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...